Всем привет! Меня зовут Неркин и знаете что? Вообще нежданно, негаданно, нигде не анонсируя, ничего никто про это не говорил, но знаете что? Вышел новый снэпшот Майнкрафта, и он скажем так не совсем обычный, потому что скачать его в официальном лаунчере нельзя. И вышел он на довольно специфичном сайте под названием Реддит, а знаете кто его выложил? А выложил его немало известный Джеб, тот самый главный разработчик Майнкрафта. И как бы вам так помягче сказать, этот снэпшот, чтоб вы понимали, изменяет боевую систему в Майнкрафте 1.14.3. И скорее всего этот снэпшот будет относительно к версии Майнкрафта 1.15. Так что без лишних слов, давайте мы с вами посмотрим на этот снэпшот и что же в нем изменили, и что убрали, и что добавили. В общем погнали! Хей! Ты всегда хотел получить лицензию Майнкрафта, но увы у тебя не хватало денег. Это не проблема, ведь есть мой магазин аккаунтов на rkinshops.ru. Здесь вы найдете три типа Майнкрафта. Это стандартный, премиум и с полным доступом. Сейчас действуют скидки. После покупки ты сможешь играть на своих любимых лицензированных серверах. Так же у нас есть множество способов оплаты. В общем ссылочку найдете в описании. И не отказывай себе в удовольствии, ведь можно получить так много, отдав так мало. Прямо сейчас мы с вами находимся на нашем поле испытаний. И смотрите, я здесь заспавнил множество разбойников. Все они стоят, у них очень много жизней. И сейчас мы будем испытывать и показывать, я вам буду в том числе, новую систему боевки. Ух, меня это уже захватывает, но скажу сразу, если кто вдруг не знал, до Майнкрафт версии 1.9 боевого обновления. Что мы с вами делали? Мы просто брали наш железный меч, подходили к нашему противнику и спамили. Чем чаще мы спамили кликами, тем чаще мы били нашего врага. Такая боевая система пвп была очень простая. И скажем так, очень легкая. После версии 1.9 мы с вами не могли больше спамить кликами. Если мы спамили кликами, то наш враг получал намного меньше урона, чем должен был бы быть. Если мы нашему оружию скажем так, давали остывать, и потом опять наносили атаку. Атака это была с большим уроном. И можно было быстрее убить нашего противника. Плюс ко всему была еще одна очень важная возможность. Если мы давали нашему оружию остыть, и было сразу несколько врагов, которые к нам подходили, то мы могли одним ударом, как бы это странно не звучало, ударить всех мобов или врагов. Это было удобно и круто, и тем более появились критические удары. Но теперь же все поменялось. Давайте посмотрим каким образом это все поменялось, и что же нового нам добавили. Смотрите, это наши разбойники, и первым делом я хотел бы поговорить наверное про щиты. А почему бы и нет? Щиты нам добавили в версии Майнкрафта 1.9, и работают они по принципу того, что мы с вами защищаемся. Они блокируют удары. И что же нам нужно было делать, чтобы защититься от удара? Мы просто нажимали правую кнопку мыши и защищали себя. Таким образом, мы начинали ходить очень медленно, но урон уменьшался. Что самое главное, мы также могли этот щит положить в нашу главную ведущую руку, и таким образом закрывать себя. А в другой руке держать наш меч. Но что же происходит именно в этом снапшоте? Если мы нажимаем кнопочку shift, наш щит поднимается, и мы блокируем таким образом удары, и нам не приходится нажимать правую кнопку мыши. Скажу вам честно, это довольно удобно, потому что такая система защиты появилась именно в бедрок версии Майнкрафта. Когда ты приседаешь, щит активируется, и мы с вами можем защищать себя. Еще один очень занятный факт. Смотрите, если мы с вами зайдем в пространство в высоту полтора блока, то есть мы зажимаем кнопочку shift, чтобы туда зайти, и мы с вами отпустим кнопку shift, то соответственно наш щит тоже отпустится, и не будет нас защищать. Только это можно сделать, если мы опять нажмем кнопку shift или правую кнопку мыши. Также есть еще одна очень важная фишка, про которую я вам хочу рассказать. К сожалению, я пока что вам ее не могу продемонстрировать именно в этом мире, именно на этой версии, потому что я не могу создать здесь сервер. Во-первых, его по сути нету, а локальный сервер именно в этом мире почему-то не работает, точнее именно на этой версии. Так что покажу вам на примере, как же было раньше, в 1.14.3, когда какой-то враг вам подбегал, и хотел нанести критический урон, это делается если вы подпрыгиваете в воздух, и тогда бьете. Но в этот момент, вы держали щит, то вы никакой критический урон не получите, но щит при этом всем, как бы заблокируется на некоторое время, и вы сможете получать урон, ну точнее его некую часть. Потому что у него тоже есть этот кулдаун, про который я вам говорил, то есть щиту тоже нужно остыть некоторое время. Ну и это было довольно сложновато и непонятно. В этой же версии, теперь если на вас кто-то будет напрыгивать, и наносить вам критический урон, но при этом вы будете держать щит, то критический урон все равно вас достанет, то есть какая-то его часть соответственно. Но при этом у щита теперь нету кулдауна, вам не нужно его держать и так дальше, чтобы он остыл, он сразу же блокирует все удары которые носит какой-то моб. С этим мы с вами разобрались, давайте мы поговорим теперь про одно из очень крутых обновлений. У нашего оружия изменилась дальность поражения, смотрите, у нас есть например, железный или деревянный меч и пунктики, когда в ведущей руке, то скорость атаки 3, урон 5 и 3,5 блока, дистанция поражения. И оно зависит от типа оружия. У всех наших мечей которые существуют в Майнкрафте дистанция поражения это 3,5 блока. Например уже у трезубца, она немножечко больше, это 4 блока. Почему-то не пишет у железного топора, я не знаю почему, но у него если не ошибаюсь было 3 блока, так и осталось. Но что самое главное, золотая мотыга, точнее просто мотыга, тоже получила себе дистанцию поражений и это аж целых 4 блока, я не понимаю почему у мотыги 4 блока, а у меча 3,5. Скорее всего это компенсируется уроном, например если мы возьмем алмазный меч, то у него урон 8, но дальность атаки 3,5, а у трезубца урон 7, но 4 блока дистанция поражения. Но это не все. Смотрите на наш прицел, если я сейчас ударю, то появляется скорость зарядки, видите, вот она бамц и появилась. Для наглядности, я переведу ее в инвентарьный слот. Настройки, графика, индикатор атаки, инвентарь, и теперь он появляется сбоку, видите это более наглядно и более удобно. Мы с вами ударили, и ждали пока наше оружие остынет. Теперь же мы можем с вами спамить, смотрите я зажимаю левую кнопку мыши и он просто постоянно его бьет, это очень круто. И если я сейчас возьму свою мышку, подведу ее к микрофону, вы будете слышать мои клики. И самое главное, я сейчас кликаю, но чем больше я кликаю, ударов больше не становится, я все равно равномерно распределяю свои удары, но я могу это делать намного быстрее. Надеюсь вы слышали это. Теперь не приходится ждать очень долго, чтобы наше оружие скажем так остыло. Но и это еще не все. Критический удар тоже немного изменился, раньше чтобы нанести критический удар, нам приходилось просто подпрыгнуть вверх и ударить. Сейчас же это так не работает, видите я сейчас подпрыгнул и ударил, ничего не происходит. Чтобы сделать критический удар, нам нужно подпрыгнуть и в момент приземления, тогда уже ударить нашего противника. То есть я подхожу, бамц, бью его и получается критический удар. Критический удар. Нужно немного потренироваться, сделать это немножко сложнее чем раньше. Так же что немаловажно, как я уже говорил в начале у нас была возможность поразить сразу несколько целей. Одним ударом. Сейчас у меча эта функция пропала, и перенеслась на зачарование под названием «Разящий клинок». То есть получить «Разящий клинок» без этого зачарования уже никак не получится, нужно именно чтобы наш меч был зачарен именно на эти чары, глупо звучит я знаю, но сейчас все поймете. Я подхожу к нашим целям и бамц, наношу сразу всем удары. Но что самое главное, если я буду спамить этими ударами, вот как сейчас, я не смогу наносить эти чары, потому что мне нужно, чтобы мой меч остыл, то есть все таки остался этот кулдаун. Бумц, бумц, бумц остывает и смотрите я наношу всем им урон. Если же я буду спамить только по одной цели, специальный удар в виде «Разящего клинка» у меня не получится. Ну и перейдем к небольшим экспериментикам, я стою на четвертом блоке как видите, и попытаюсь ударить при помощи трезубца нашего разбойника. Бам! Я попадаю. Беру железный меч. Бам! Я тоже попадаю. Беру железный топор. И я уже не попадаю к сожалению. Мотыгой. Тоже попадаю. Перехожу на третий блок и уже железным мечом, перехожу на третий блок и уже топором я могу ударить нашего разбойника. Но смотрите в чем прикол, если я опять таки перейду на четвертый блок, возьму в руки меч, я все таки смогу достать нашего разбойника, но если я буду спамить смотрите, и не давать остывать своему оружию, то попасть по своему противнику, по своей цели я уже не смогу. Мне нужно дать ему остыть и только тогда я смогу ударить его с расстояния в четыре блока, ну точнее в три блока, потому что я стою уже на четвертом. Как Вам такое? Ну скажите, это же намного круче нежели было. Вроде бы все остаются довольны и те что играли до 1.9 и те что играют после 1.9. Я не могу говорить, потому что новичкам не так сложно осознать эту новую пвп систему, а старичкам будет проще. Мне кажется выигрыши все, я более чем уверен что эту систему будут дорабатывать, потому что джеб выложил специально на форум реддита, чтобы люди могли спокойно выразить свои эмоции и мысли по поводу этого снэпшота и новой боевки в Майнкрафте. Вроде бы я Вам про все рассказал, выразите Ваши мысли по этому поводу, если вдруг я что-то Вам забыл рассказать, то смело напишите мне про это в комментариях, я обязательно поставить на это лайк, но чтобы все остальные узнали и видео стало более информативным. Но я сердцем чую, что это обновление будет не простым и нам добавить совершенно новое оружие в Майнкрафт. Не просто так джеб начал настолько рано показывать нам эти боевые системы. Ну а теперь как и Вам и обещал покажу как же установить этот снэпшот, чтобы Вы смогли полностью ощутить его. В описании Вы найдете ссылочку на реддит, на пост который создал джеб, если пролистаете внизу будет ссылка на скачивание архива. Вы его берете и качаете, после того как Вы скачали этот архив, разархивируйте его, зайдите в папку и уже в этой папке скопируйте такую же самую папку в которой находится джейсон файл, копируете эту папку, нажимаете сочетание клавиш windows плюс r, прописываете команду %appdata% нажимаете enter, заходите в папку точка майнкрафт, в папочку versions, вставляете нашу папку, после этого спокойно заходите в майнкрафт лаунчер, установки, создать, версия и выбираете pending 1.14 combat 212796 и кнопку создать, после этого переходите в папку играть, и вот уже в этом списке выбираете желаемую версию 1.14 combat, затем играть и Вы попадаете в мир настоящей магии. Ну вот на этом все, с Вами был я Неркин и помните, что Вы можете подписаться если Вы здесь впервые, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. В описании как всегда есть полезные ссылки, это моя группа во вконтакте, мой инстаграм, можете подписаться, я буду очень признателен Вам. А также если Вы захотите, то пожалуйста влепите лайк под этот ролик. А с Вами как всегда был я Неркин и помните, что мы открываем Майнкрафт по-новому, еще услышемся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok